Ты меня не забудешь Всем привет, привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, кстати, подписывайтесь, с нами веселей, да, с вами по-прежнему Аракис, и это очередной выпуск рандомного гайдика. Давайте пока бьем этого пернатого друга, перейдем на сайт и посмотрим, какое же у нас сегодня число попадется, да. Посмотрим, что у нас будет, 81 монстр, вы помните, никаких там изменений больше не давали, 68, 68, 68 у нас не было чудненько с первого раза, вообще красотушенькая красота, 68 запоминаем и, да, переходим в игру. Так, закрой я браузер, не нужен больше, все, бросаем тебя, сейчас добьем дракошку и посмотрим, что же у нас сегодня будет. Хотя нет, сначала сыграем в лотерейку, нет, лотерейку я ставлю на стрим, вы что? Лотерейка для стрима. Так же мирового босса, посмотрим, 68, я уже просто не помню, кто у нас там был под цифрой, 70, 74. То есть это либо первородка какая-то будет, либо, ну, одна из конечных четверок, из последних четверок, да. Так, давай умирай. Кстати, что скажу о вот этом составе пати, я вот прохожу на данный момент с ним, какой, 69 или 68 раз, я уже немножко сбился. И скажу так, что ни один пока монстр из всего вот этого пати не умирал ни на конечном боссе, ни на третьем вот этом этаже. Пока что это самая-самая живучая и стабильная моя пачка и одна из, ну, скажем так, средней по скорости из моего состава. Да, как-то так. В дальнейшем я Пикси постараюсь заменить на Сигму, которую я постараюсь опять же одеть. Если у меня получится что-то и выбить хорошие руны. Да, так что вот эта пати у меня самая на данный момент стабильная, потому что Пикси замедляет башни, накидывает гланс на босса, да и дополнительный баф дает он тоже в тему. Хотя бывают такие моменты, что вроде бы Меган и Пикси Шеннон в пати, а бафа ни на ком нету. Такой бред вообще получается. Итак, руна, ну понятно, вы поняли. Оставлю ее, да, для коллекции. Итак, вот вы видите Сигму я скрафтил и попался мне второй шоколадный, но это уже дело такое. Итак, перейдем мы к рандомному гадицу. Сейчас посмотрим, кто у нас там. Цифра 68. 68. Да, я могу начать с конца считать, но лично для себя, да и в принципе, чтобы быть на 100% уверенным и не ошибиться, лучше уж я просчитаю с самого начала. Времени у меня уж это не отнимет много. Итак, в принципе, начнем. 68. Итак, да, перешли мы к первородкам, названным так, в честь того, что они изначально идут пятизвездочные монстры. И сегодня это будут химеры. Химеры, мистический персонажик. На самом деле, не знаю, они мне вот нравятся. Очень как прорисованы, это один из моих любимейших персонажей. Персонажи, в плане вот, как вот его вот всего сделали, нарисовали, формы и вообще всего вот этой вот фигурки. Реально, мне очень нравится. Ну, каждому, конечно же, свое, но мне очень нравится. Итак, перейдем к огню Ракан и поговорим о нем. Персонаж изначально, во-первых, по своей тематике класса здоровья. То есть, намекает на то, что у него много здоровья и то, что он такой более танкующий персонаж. В принципе, скиллы его тоже самое нам расскажут. В плане статов, атака, защита, в принципе, неплохо, как для персонажа с показательным здоровьем. И расскажу, почему в дальнейшем. Единственное, конечно же, скорость. Да, не самый лучший показатель, но это дело такое поправимое. Итак, первый скилл раздавливает врага и наносит постоянный урон на один ход. В общем, бьет достаточно сильно и накидывает дот, если вам повезло, накидывает дот на один ход. В принципе, неплохо. С первого скилла он бьет, ну, я не встречал арканов, которые там будут бить на 40-50 тысяч. Но дэмэдж средний колебается. Вот лично я на своей практике вижу. Это от, там, чуть бы не тысячи, до тысяч пяти-шести. Опять же, это зависит все через раскол, висит ли баф на атаку. В общем, куча всех вот этих вот погрешностей может быть. Второй скилл. Высвобожденная ярость получает силу атаки и иммунитет к ослабляющим эффектам на три хода. При применении навыка ход восстанавливается автоматически. Что рассказать по поводу этого скилла и вообще в дальнейшем в плане рун. Этого персонажа не одевают в атаку. Почему? Потому что скилл у него третий. Если к нему забежать, то он бьет от максимального здоровья монстра. Следовательно, чем больше будет здоровья уракана, тем сильнее он жахнет. Поэтому его в атаку никто не одевает. Его одевают, если взять по рунам, то это хп. В четвертый слот также одевают хп. Либо крит урон, если у вас есть очень уже неплохой состав рун. И в шестой слот также одевают хп. То есть ему никто не делает там точность, все это ему не нужно. То есть как можно больше ему сделать хп. Он будет дольше жить, больше пользы вносить и третьим скиллом сильнее бить. Что еще дополнительно расскажу об этом втором навыке. Вы видите баф на три хода на атаку, следовательно, вторым скиллом он будет... Ой, первым скиллом, прошу прощения, он будет бить сильнее, конечно же, под бафом на атаку. И иммунитет на три хода, это вообще, по сути дела, шикарно. И на самом деле, когда вы ему прокачаете скилл до максимума, у него откат понизится, по-моему, то ли на четыре хода. Ну, вряд ли на три хода. Следовательно, вы кинули этот баф. И после этого, то есть после применения второго навыка, вы сможете походить либо первым скиллом, либо третьим. Ну, конечно же, чаще всего, как раканам начинают бой. То есть накидывают на себя бафы, то есть обкастовываются, и третьим скиллом кого-то там убивают. Иногда получается шотнуть, иногда нет. Опять же, это зависит от вашего ракана и вообще состава пати, как вашей, так и противоположной. Итак, перейдем к третьему скиллу. Обвал разрушает поверхность, чтобы нанести урон врагу. Господи, это эпическое описание. Радует меня всегда. Еще та бога гашенька. Да, мощность удара прямо пропорциональна максимальному здоровью монстра. Имена вашего монстра. То есть ракана. Следовательно, чем больше вы ему сделаете хп, все идет в учет. То есть его родное здоровье, бонус от рун, бонус от зданий, которые вы прокачаете, и даже бонус от лидерки. Это тоже влияет на самом деле. И многие, знаете, заблуждаются. К примеру, вы знаете, есть такой комплект рун, как Шилд. Он, по-моему, называется. В общем, я не помню, как точно он там в английской версии. Этот комплект рун дает 15% здоровья, как щит он на вас висит. Не заблуждайтесь. Вот этот щит и баф, допустим, там в этом щите будет приблизительно, ну, возьмем, к примеру, 5000 хп, да? Который защищает там и блокирует урон на 5000 хп. Вот этот щит не увеличит ваш урон с третьего скилла, да, потому что мне задавали этот вопрос, и, ну, вот как-то так. То есть я, возможно, добавлю это фишки, хотя и не думаю, что оно стоит великого внимания, но все-таки где-то, если бы оно работало, то урон можно было бы еще сделать ему больше. Но это не работает. Да, что скажу по поводу третьего скилла, бьет достаточно сильно. Скажу так, хераканы, там у которых под 40 тысяч хп, у которых в четвертом слоте стоит критикал урон, иногда даже через раскол, тем более, особенно через раскол, они моего раму шотают. Знаете, я сразу с вот такими глазами думаю, ого, неплохо навешал. Но это очень, очень редко встречающиеся араканы. И скажу так, по поводу персонажа, заскочу и наперед, и расскажу по поводу рун, и в конце сделаю свой вердикт по персонаже. А руны на него начальный сет, это, конечно же, лучший сет, будет на него одеть три. Три комплекта энерджи, то есть хп, 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 это бюджетный вариант, назовем так. А лучшим комплектом на него будет, конечно же, одеть комплект виолента плюс контратака. Почему? Потому что с первого скилла тоже нанести дот, это достаточно приятно. Хоть и на один ход, но уже хоть что-то правильно. Плюс урон, тоже неплохо. Да, плюс с виолентом вы чаще будете юзать второй скилл, там третий скилл и так далее. Контратака, опять же, вам все это дело облегчит и поможет. Где-то в каком-то случае, там в бою, возможно, даже вы убьете нескольких персонажей с контратаки, но это уже дело такое, дело случая и ситуации. Мой личный вердикт, и, кстати, да, опять же, лидерка. Лидерка увеличивает здоровье союзников на 50%. Здоровье союзников со свойствами огня, да, это немаловажно. Лидерка работает абсолютно везде, то есть, если у вас вообще нет какой-то лидерки, либо у вас есть хорошая огненная пати, к примеру, там Ракан, Хлоя и кого еще можно взять? Ну, я не знаю, там еще какого-то там ДДшку, к примеру, да, дополнительного, либо какого-то хиллера, ну, я не знаю, любой там еще третий, допустим, монстр огненный. Эта лидерка будет очень полезна, 50% добавить ХП от белого показателя, даже если вот посмотрите Ракану, от его 11 почти 12 тысяч, 50% это почти 6000 ХП ему в плюс. Это достаточно неплохо, немало, не сказать, что много, но хорошо, если у вас нет другой лидерки, там, не знаю, на скорость, там, на резист и тому подобное. Вот, что еще и скажу, да, его же лидерка, конечно же, ему и поможет, так как он с третьего скилла будет бить сильнее, так что действительно где-то лидерка может закатить. Лично мой вердикт, я скажу так, наперед забегая, что это, по-моему, самый слабый представитель, как минимум из огня, воды и ветра, самый малый юзабельный монстр, потому что он чаще будет использоваться у вас, скорее всего, в защите, и, знаете, если вы выбили его по началу игры, возможно, где-то он вам и поможет. Но в лейте, знаете, его все реже и реже используют, потому что тратить на него очень хорошие руны, большинство топов почему-то отказывается, и я, в принципе, их понимаю, потому что скиллы далеко не лучшие, не идеальные, и, знаете, урон этим персонажам колоссальный, выдать у вас не получится. Просто с такими же рунами можно одеть других монстров. К примеру, вот взять эти же руны, там, я не знаю, тот же Виолент, да, ХП, крит дамагу ХП, и одеть, там, я не знаю, на того же Эшира. Уверяю вас, Эшир будет достаточно жирнее даже по своим ХП, хотя, возможно, столько же у него будет ХП, не суть в этом. Но сам факт, что с третьего скилла он сможет нанести 40 тысяч урона, а Ракан 40 тысяч урона, скорее всего, не всегда нанесет, да, где-то так. Да, я понимаю, что плюсы Ракана это иммунитет. Иммунитет, там, на него не повешают всякую каку и тому подобное. Ну, вы знаете, всегда это можно и снять, да. Так что где-то плюс, где-то минус, решайте сами. Персонаж, в принципе, неплох, но, опять же, я, если судить по моему мнению, я бы не хотел бы видеть его у себя. То есть другие персонажи мне больше нравятся с этого же класса. Вот мы перешли к воде Таор. Таор, по своей классификации, персонаж атакующий. То есть атака на это намекает и говорит. Атаки очень немало, 911, на самом деле, это очень хороший показатель для атакующего монстра, шестизвездочного, там, ну, то есть прокачанного на фолл. 911 атаки, это один из лучших показателей в игре. Так что да, это достойно похвалы. По поводу скорости, да, печальный вариант, почему, расскажу в дальнейшем, да. Так, что можно рассказать о первом скилле, то же самое, ничего интересного. Второй скилл. Чем выше скорость атаки, тем мощнее будет урон. При критическом ударе скорость атаки повышается на два хода. Скажу так, реально урон с этого скилла я видел и 70 тысяч, и 75 даже тысяч в раскол под бафом атаки, и под бафом на скорость атаки, так еще и с лидером на скорость атаки, лидер на скорость атаки была Ванесса. Вы знаете, кто это такая, это Валькирия Огня. Да, скажу так, в чем минус второго скилла, если у вас нет какого-то бафера на скорость в пати. С ним часто берут таких баферов типа Бернарда, потому что Бернард дает, во-первых, очень хороший буст по скорости, плюс пополняет полоску атакбара. Это реально круто. Плюс за счет этого Таор вторым скиллом в раскол может ударить очень и очень больно. И, к примеру, вот такая пати на ГВ, как в лидерах выставленный, к примеру, Пират Воды. Потом берете Бернарда, и Таор реально может, ой-ой-ой, как минимум одного шотнуть из врагов. Либо там третьим скиллом может еще и ваншотнуть всю команду. Но не всегда, скажу так, урон с третьего скилла гораздо, гораздо меньше, чем урон со второго скилла. Поэтому перейдем к третьему скиллу. И, да, еще скажу, в чем минус второго скилла, знаете, потому что начальная его скорость маленькая очень, и желательно ему сделать как можно больше скорости, чтобы выдать больше полезности. Потому что урон действительно напрямую зависит не от атаки, а от скорости. Атака тоже даст свой плюс, но все-таки скорость при этом даст больше урона. То есть это были какие-то подсчеты, я смотрел на каких-то сайтах, Таору действительно важна скорость. Это не означает, что ему нужно там делать 250 скорости и тому подобное, но желательно, чтобы он был скоростным. Также, если у вас есть очень хорошие допы в скорость, тоже не пожалейте ему, либо поставьте во второй слот скорость. Но дело такое, я в основном, если честно, замечаю большинство Таоров, 80 топовых Таоров, одеты через скорость во второй слот. Я не знаю правильно, насколько это хорошо, но все-таки, я думаю, если большинство одевает через скорость, значит где-то они правы. У меня нет Таоры, конечно же, чтобы его протестировать, но я бы от него не отказался. Вот от воды и от ветра, да, достойные персонажи, я бы хотел видеть в своих рядах. Что еще скажу, опять же, о минусе второго скилла, то что сначала проходит урон, а потом вешается, если вы нанесли критический урон, то есть кританули, на вас вешается баф. Следовательно, он сначала не идет в учет урона, это как бы, конечно, минус. Поэтому Бернард в пати будет, конечно же, не лишним. С одной стороны, могут сказать, зачем, если у него и так есть свой баф на скорость, но с другой стороны, Таора почему берут? Для того, чтобы чуть бы не с первой атаки кого-то шотнуть. Особенно огненного монстра, типа там Хлою, если вы походите быстрее, чем она, либо там, не знаю, каких-то Арнольдов не особо жирных. Да, Таор зачастую и Арнольдов шотает, почему бы и нет. Но это уже зависит от ситуации и вообще монстров-врагов. Так, перейдем к третьему скиллу, атакует врага и замораживает на один ход. Использует половину урона, чтобы атаковать остальных врагов и понизить скорость атаки на три хода. Скажу так, да, то есть это массовый скилл, ну, кого вы выберете, того он, скорее всего, заморозит. Ну, тут уже, опять же, точность, резист, бла-бла-бла, как там звезды станут, вы понимаете. Да, и половина урона, вот, он, короче, одного персонажа он больно бьет, остальных, так, послабее, что скажу. И самое главное, что действительно он навешивает неплохой дебаф, вот, на понижение скорости атаки. Особенно это очень хорошо заедет против таких персонажей, которые зависят от скорости атаки. Возьмем, к примеру, да, против того же Таора. Если вы на него навесите какой-то дебаф на скорость, следовательно, со второго скилла он уже ударит, ну, слабее. Я не скажу, насколько, но он намного слабее. Этот же дебаф очень хорошо будет работать против самураев, против такого же персонажа, как Ифрит. Все Ифриты первым скиллом, вы знаете, бьют от скорости атаки. Чем больше скорости атаки, тем сильнее они бьют. Поэтому Таор тоже неплохо сыграет против того же Теомарса. Да, я не говорю, что он прямая контра, но неплохо все-таки будет, потому что Теомарса с одного захода вы, скорее всего, не убьете. Есть все-таки фишки, там контра ему и тому подобное. Но в такой пати, как Таор, к примеру, Бернард и Пират, вы Теомарса не убьете с одного захода, да. Там все равно вылезет его вот этот противный баф. Итак, его лидерка увеличивает здоровье союзников со свойствами воды. Ну, то есть аналогичная лидерка, как и у огненного персонажа. То есть всем персонажам водяным дает 50% здоровья, да. То есть от их белого показателя. В принципе, лидерка не сказать, что хорошая. Лично для Таора не самая лучшая лидерка. Она ему, по сути дела, ну ничего не даст. Да, действительно, она ему ничего не даст. Чуть-чуть ХП добавит. Но это дело такое ситуативное. Смотрите сами. По поводу рун. Часто я вижу Таора, одетого через рейдж. Некоторые его одевают даже через виолент. Кто-то его одевает даже через деспайр. Чтоб с третьего скилла иметь больше возможностей там застанить кого-то. Тому подобное. Даже с первого скилла, даже со второго скилла застанить. Это опять же зависит от вашей ситуации вообще. Что вам больше... Какой стиль игры вам больше нравится. Кто-то его одевает даже в свифт. То есть делает Таора очень и очень таки быстрым. Знаете, и они тоже не ошибаются в выборе. В плане четвертого и шестого слота. Это, конечно же, критикал дамага и атака. Да, тут 100%. То есть ему не нужна никакая там точность в шестой слот, хп и тому подобное. Да, то есть это атакующий персонаж, который должен выдать максимум дамаги. И постарайтесь в допах собрать как можно больше критикал дамаги, критикал шанса. О чем я, кстати, не оговорил. И вот упомяну. Потому что ему желательно сделать крит шанса, ну хотя бы 70. Для того, чтобы если у вас есть какой-то бафер, либо лидерка на крит шанс. Чтобы догнать ему крит шанс где-то под сотку. Потому что если он будет критовать, он будет вешать на себя вот баф со второго скилла. Следовательно, будет ходить чаще, скорость его будет выше. И урон, опять же, со второго скилла будет больше. Поэтому не пренебрегайте. То есть Тауор с крит шансом где-то в 30-40 это очень плохой Тауор. Перешли мы к ветру. Лагмарон. Лагмарон. Вот персонаж тоже атакующий. И заметьте, атаки у него не так много. Вот если сравнить с водой, реально очень большая разница. 911 против 801. 110 дамаги изначальные. Это очень-очень неплохой показатель. Но скажу так, Лагмарон тоже не уступает своему урону. И наносит неплохую дамагу. Зато у него больше хп. То есть он может выдержать больше хп. И самое главное, что вот вы получаете при том, когда его эвейкаете, вы получаете 15% скорости. Ой, не 15% скорости, а плюс 15 скорости. То есть ваша скорость становится 110. Следовательно, Лагмарон один из самых быстрых представителей этого семейства. Поэтому это иногда и играет и на руку. Следовательно, чаще Лагмароны быстрее, чем Таоры. Потому что им проще разогнать максимальную скорость. Все-таки взять, допустим, тех же 10% от 95 и 10% от 110. Вроде бы разница не существенная. Но когда это со всякими лидерками, там с тотемом, уверяю вас, оно свое даст. Даст свою пользу. Особенно в таком комплекте, как Свифт. Вы знаете, он дает 25% от белого показателя. И легко посчитать, сколько будет там 25% от 95, либо от 110. Там какие-то несчастных 3-4 скорости. Но на самом деле это выливается в неплохой урон. Плюс где-то 1-2 скорости, вы знаете, может решить вообще искот вашего боя. Вы можете где-то там не догнать 1-2 скорости у Лагмарона. И все, вы из-за этого можете проиграть. Как и любому персонажу. Также не буду напоминать о том, что... Хотя буду все-таки, что скорость решает в этой игре. Да, как-то так. Переходим к скиллам. Первый скилл, ну, ничего интересного. Второй скилл, точно такой же скилл. Абсолютно идентичный. То есть, скилл у предыдущего персонажа, которого мы рассматривали. То есть, у Таора, водяного представителя этого класса. Да, то есть, работает все точно так же. Абсолютно. Да, урон уже будет отличаться только от количества скорости. Там уже смотрите сами. К примеру, если у Таора, там 200 скорости в сумме. И у Лагмарона 200 скорости в сумме. Да, Лагмарон будет пить чуть-чуть слабее за счет того, что у него атаки меньше. Как ни крути. Но, опять же, это будет зависеть от того, кого вы бьете, какую стихию. Там, гланс-не гланс, крит-урон. И, вы знаете, очень много всех вот этих вот подводных камней, которые тоже нужно учитывать. И перейдем к третьему скилу. Атакует всех врагов и ослабляет их силу атаки на два хода. Может оглушить противника на один ход с 50% шансом. Скажу так, скилл, в принципе, неплохой. Урон он не наносит там колоссальный, величайший. Вы от него дамаги какой-то не дождетесь. Единственное, если вы Лагмарона оденете через атаку, критикал дамагу, атаку, и сделаете его абсолютно вот таким вот ДД, назовем так, обычным ДД, которого одевают через фулл атаку. Да, с третьего скилла он будет бить больно. Но со второго скилла он вряд ли будет у вас кого ваншотать. Уверяю вас. То есть многие, опять же, если провести статистику, 8 с 10, наверное, да, даже я не лукавлю, действительно, 8 с 10 одевают как Лагмарона, так и Таора через скорость. То есть одевают его через ваншотера одного персонажа, то есть через второй скилл. Почему-то выбирают второй скилл, и знаете, честно, если бы я, наверное, одевал, я бы сделал бы то же самое. То есть я люблю скорость в игре и стараюсь всех своих персонажей сделать максимально скоростными, ну, по мере возможностей проточки рун. Поэтому я бы тоже выбрал этот вариант и одевал бы его через скорость. Я не говорю комплект скорости, но просто поднять максимальное количество скорости, для того, чтобы вторым скиллом ваншотать какого-то там неприятного для вас максимального персонажа. Да, перейдем к лидерке. Ну, в принципе, такая же лидерка, только для ветра. Я так понимаю, у них у всех будет своеобразная лидерка, то есть давать своему классу 50% здоровья. Что еще хотел бы добавить о третьем скилле? Вы видите, может еще и оглушить, то есть дополнительный контроль, это неплохо. Ну, плюс дебаф на два хода раскол атаки, это также очень хорошо заедет в пати, в который там, ну, хотя бы один-два ддшек, это тоже сыграет вам на руку. Там какого-то саппорту накинуть раскол, это, ну, не так уж конкретно вам поможет, но вот на дд очень неплохо заедет, да. Да, действительно. В плане рун. В плане рун точно то же самое, что я обсуждал сейчас и говорил о Таоре. То есть они в этом очень похожи, и действительно персонажи схожи. Единственное в них различие, это вот скорость изначально, атака и сам класс. То есть это вода, это ветер. Там вода, то есть это ветер. А так, по сути дела, скиллы даже. Первый, второй одинаковые, третий немного отличаются, да. Перейдем к свету. Персонаж под именем Шан. Да, и те, кто смотрит UDCB, знают, что у него он есть. И неплохой, в принципе, персонаж, скажу так. И его действительно зря одевают в дд. Почему? Потому что дамаги хорошие он не выдаст. Он действительно оправдывает свою вот эту классификацию помощь. Он же саппорт. То есть не нужно придумывать велосипед, там что-то новое делать и тому подобное. Тем более, видите, при эвейке он получает 25% стойкости, что добавляет ему живучести. Первый скилл я все-таки проверяю, то же самое. Второй скилл, чем выше скорость атаки, тем выше будет урон. Скажу так. В принципе, знаете, многие Шаны могут тоже кого-то ваншотнуть. Но из-за того, что у них маленькое количество атаки начальной, плюс скорость, вы видите, тоже печальный случай. 95, как и у Огненного, и даже у Водяного. Поэтому дело такое. Но все-таки Шана приоритетнее одевать в скорость. Скажу так. Почему? Потому что, перейдя сразу же к третьему скиллу, вводит ступор до трех врагов и восстанавливает свое здоровье. Если для оглушения не хватает врагов, восстанавливает союзника с наименьшим здоровьем. Степень восстановления зависит от твоего максимального здоровья. То есть персонажа одевают чаще всего в руны типа Виолента, плюс контратаки. Опять же, это такой хороший бюджетный вариант. Либо в скорость одевают, чтобы он был скоростным. Чтобы он походил там чуть бы не первым, для того, чтобы кого-то вот застанеть. Это неплохой контроль, действительно. Плюс отхил себя же. Либо он отхилит союзника. Ну вот вы видите, если вчитаться в описании скилла, то в принципе здесь обсуждать ничего не нужно. Но опять же, вы должны следить. Если у вас есть этот персонаж, вы должны следить за тем, сколько там против вас врагов осталось, для того, чтобы знать, кого вы там подхилите. Себя, либо какого-то вашего союзника. Опять же, подхил зависит от максимального здоровья твоего. То есть, Шана. Чем больше вы ему сделаете здоровья, тем сильнее он хилет либо вас, либо вашего союзника. То есть, тоже не пренебрегайте. В четвертый слот я посоветовал бы, если вы его делаете все-таки такого дамажущего Шана, поставить крит-дамагу, конечно же. А в шестой слот поставить ХП. И допами набрать как можно больше ХП. То есть, если у вашего Шана будет там тысяч 15-20 ХП, то есть, ну, пользы это не выдастся. Скорее всего, его шотнут очень быстро. Вырубят, потому что он все-таки мешает. Вот этот стан его подхил. Да и скорость он себе накидывает со второго бафа. Его, скорее всего, первым будут контролить. Поэтому не пренебрегайте здоровьем и сделайте ему как можно больше лидерка. Ну, в принципе, не стоит ее обсуждать. Одно и то же. Персонаж на самом деле неплох. Довольно-таки нередко встречаю его на арене. Но скажу так, чтобы он вот конкретно мешал, чтобы, я не знаю, там решил исход боя. Я такого не видел. Потому что он, да, часто стоял в защите, конечно же. В атаке персонаж очень себя хорошо проявляет. Да, потому что, во-первых, в стихии вы видите свет. Ему все равно, по сути дела, кого бить. А если против, там, какой-то тьмы, какого-то веромоса через раскол, он может даже и ваншотнуть вторым скиллом. Вот мы и перешли к Зерату. Зерату, не знаю, как правильный. Да, посмотрим, что он там получает при веке. Стойкость повышается у него на 25%. На самом деле, да, не лучший вариант того, что у него могло бы повыситься. Наверное, лучше бы повысился бы у него крит-шанс на 15%. Но это уже такое, это лично мои были бы пожелания, наверное, и пожелания многих. Также, хоть и персонаж атакующий, вы видите, показатель атаки, один из, по-моему, самых печальных всех вот этих вот стихий. Да-да-да, действительно, как будто он какой-то саппорт, либо там персонаж класса здоровья. Могли бы сделать и побольше, согласны? Но, знаете, все-таки Зерату многие боятся, что на арене, что на ГВ. Скажу так, и меня он часто пугает, потому что, наверное, в 5 с 10 случаев я ему проигрываю эту Зерату, потому что персонаж одевается в хорошие руны, и, знаете, урон он наносит очень и очень неплохой. Ёбаный в рот-то, как так-то, а? И сейчас поговорим мы о нем, и говорить мы, наверное, будем много. Первый скилл раздваивает в рот-ка, то есть, то же самое, как и у остальных. Получает силу атаки, то есть, точно такой же баф, как и у огненного персонажа. Вот. Третий скилл, конечно же, из-за чего он ценится, это его пассивка. Запретная сила, пассивный. При критическом ударе проводит 2 экстра атаки, урон которых составляет половину от силы атаки. Скажу так, к примеру, вот, просто на практике и рассказываю, как работает его пассивка. К примеру, первым скиллом вы ударили на 20 тысяч, и тут же вы нанесете 2 атаки по 10 тысяч с этой третьего вот скилла. Следовательно, не в уроне даже дело, а в том, что вы нанесете чаще всего сразу 3 дота. А теперь задумайтесь, а если его одеть в Виолент, а еще и контратаку, вы понимаете, такие зероту могут навешать там 9-10 дотов просто в секунды. Плюс еще и урон он наносит очень и очень неплохой, потому что его одевают, конечно же, максимально в атаку. пренебрегают там каким-то ХП и всем остальным. Почему? Потому что у него есть, во-первых, свой баф на атаку, и с него чаще всего и начинают. И знаете, когда зероту стоит в дефе, у него вариантов 2. Либо он сразу бафнится и нанесет вам, ой-ой-ой, как много дамаги, либо вам даже немножко повезло, и он ударит первым скиллом. Но пассивка-то все равно работает. Да, даже просто не оббафанный зероту может, или зероту, может нанести неплохо дамаги. Скажу так, действительно, персонаж пугающий, и многих он заставляет задуматься, знаете, так глазками повертеть, думает, ой, нет, лучше я убью кого-то другого. Действительно, бьет он очень больно. Ой, мэр. Ведь ты же знаешь меня за приз своего парня дома. Он подсел на мой голос, это как секс по телефону. Очень больно, скажу так, на своей практике. Вот, что еще расскажу о персонаже. В пати с ним, я почему сразу сказал, что поговорю о нем много, потому что я хотел бы рассказать, какие пати с ним неплохо заезжают. С ним очень и очень хорошо заезжает такой персонаж, как Лиза. Вы знаете, это агент неокристаллов огня, следует, даже и тьмы агент неокристаллов тоже с ней в пати очень хорошо заезжает. Почему? Потому что, вы знаете, когда Лиза берет его своим третьим скиллом в пати, а на ГВ, вы знаете, она его 100% возьмет, разве что зероту каким-то образом будет в стане, но это почти такого не бывает, разве что ему сняли бафы и застанили. Да, то есть, она его берет в пати, и следовательно, зероту бьет первым скиллом и опять же наносит вот эту дамагу, так как пассивка также работает. Вообще, на самом деле, чумовой персонаж. Ну, сказать, что я бы не отказался от него, это да, это очень круто было, потому что первородка ЛД, это на самом деле классно, классно, да и вообще выглядит он вот этот вот фиолетовый, такой темный цвет. Классно. Вообще, персонаж на самом деле крутой. Кто еще с ним в пати хорошо будет заезжать, это всякие персонажи с расколами, типа там даже какой-то белки, пират неплохо заедет, потому что не всегда зероту походит вторым скиллом, а пират с массовым расколом неплохо поможет. Но лучше в этом случае заедет даже Луэр, фантом воды, так как он накинет раскол, если он Деспайре еще и может застанеть, так еще и понизит атак бар врагу. Следовательно, даст возможность зероту походить быстрее. Да, и что еще скажу, многие могут сказать, что прямая контра ему это такой персонаж как Тессарион, вы знаете, это и фрит огня. Но не сказал бы, знаете, если ваш и фрит огня походит раньше, либо вы с зероту снимите его баф на иммунитет, тогда да. Но скажу так, что зероту может даже не дать походить, либо убить вашего Тессариона раньше, чем тот Тессарион заблокирует пассивку этому зероту. Скажу так, то есть зероту может и без пассивки неплохо вам навешать за счет того, что его одевают в атаку и просто в хорошие руны. Конечно же, если вам каким-то он чудом попался, там не знаю, на 10-20 уровне, вы уже, конечно же, прошли пол игры, потому что это второй Зайрос, назовем его так, то одевать его можно в какие комплекты? Я бы одел его в Фатал, скорее всего, и там какой-то Блэйд, да, чтобы просто поднять ему шанс карита. Это очень неплохим был бы вариантом, и знаете, дамаги он даже на этом левеле будет неплохо наносить. Я скажу так, действительно, если я там каким-то чудом начал бы заново играть, но я этого делать не буду, и мне упал бы зероту, ох, я бы радовался. Ой-ой-ой, арена бы проскочила бы легко на самом деле, даже в данжах я бы его использовал. На самом деле, классный персонаж, говорить о нем можно очень долго, составлять пати, там за и против говорить, но больше все-таки в нем плюсов, как ни крути. Персонаж, вроде бы, да, назовем так, однокнопочный, бьет только первым скиллом, но, блин, те, кто встречал его и дрались против него, я просто вам расскажу, да, что, ой, бьет он больно, и наносит, действительно, колоссальное количество дамаги, плюс вот эти доты, которые мешают, и вы просто гниете под этими дотами. Это на самом деле все круто. Персонаж, чума чечи, да, вот и все на самом деле, народ, что я хотел рассказать вам сегодня, надеюсь, гайд вам понравился, персонаж был первородка, сам не ожидал того, гайд, надеюсь, оказался интересным. Да, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу, все ссылки есть в описании, также, переходите по ссылкам, нажимайте такую кнопочку, знаете, сердечко есть, красненькое, да, я вам буду очень благодарен, лучи любви вам пошлю, если вы нажмете эту кнопочку на твиче, вы подпишитесь на мой канал, точнее, эта кнопка называется follow, подписка это немножко другое, она платная, и у меня пока нет партнерки, поэтому подписаться на меня даже и нельзя, но follow, что вам дает, вы сможете всегда наблюдать через браузер, то есть вам будет выскакивать уведомление, приходить на email, кстати, тоже уведомление, я не помню, есть ли уведомление push на телефон, по-моему, даже и push на телефон, есть у кого стоит твич на телефоне, там на планшете, программа, скачанная через Google Play, поэтому вам будут приходить уведомления, и будет просто для вас же легче и проще, не нужно будет мне там в личку спрашивать, даже переходить на мою страницу, смотреть, когда там у меня будет следующий стрим, да, либо спрашивать в группе, не забывайте, что я являюсь гарантом, если у вас намечается какая-то сделка, вы хотите купить, продать, что-то, то есть обращайтесь ко мне, у меня много рекомендаций, никого не обманул, все красиво, все четко проведем, все будет приятно, да, также вы знаете, мы сотрудничаем с одной из групп, в которой вы всегда сможете там на стене написать, что вы продаете аккаунт, хотите поменять, либо заменить там, ну не знаю, вам не нравится ваш аккаунт, вы хотите там начать заново, либо купить что-то другое, я, если честно, всегда это одобряю, самое главное, я не даю консультации по ценам, я не даю консультации, стоит меняться, не стоит, я лишь делаю так, чтобы ваша сделка прошла со стопроцентной вероятностью, все четко, ни одной жалобой, слава богу, в этом плане на меня нет, и я постараюсь работать для вас в этом плане еще лучше и качественнее, да, спасибо за просмотр этого видео, делитесь им с друзьями, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok